Ребят, большое спасибо за ваши отзывы. Всех сердечно благодарю. Многие говорили мне спасибо, что освещаю такую тему, как допрос у следователей, так как тема сегодня очень актуальна. Невиновных людей стали вызывать часто и пытаются пришить статью 280, 282. И, как я обещал, вторая часть. Как вести себя на допросе? Главная задача следователя, либо дознавателя, получить показания, а именно информацию, которую он не обладает. Чем статус обвиняемого отличается от статуса подозреваемого, знаете? Как правило, при допросе обвиняемого у следователя уже есть доказательства вины, а при допросе подозреваемого доказательства собраны не в полном объеме. В ходе допроса ни на минуту не забывайте о том, что любая информация, полученная от вас, может быть использована против вас, ваших знакомых и близких. Допрос начинается с предложения рассказать об известных допрашиваемому лицу обстоятельствах уголовного дела. По окончании свободного рассказа допрашиваемому лицу могут быть заданы вопросы, направленные на уточнение и дополнение показаний. Кстати, следователю или дознавателю запрещается задавать наводящие вопросы. Ну, например, такие, как, значит, во время митинга транспарант был в руках Ивановой. Вот этот вопрос уже содержит в своей формулировке нужный следаку ответ. Вы вправе отказаться отвечать на подобные вопросы. Если при допросе присутствовали такие вопросы, то в суде такой допрос можно признать незаконным. Правильный вопрос, как вы поняли, будет звучать, у кого в руках на митинге был транспарант. Во время допроса старайтесь говорить кратко, избегайте подробных, развернутых ответов, чтобы не наговорить лишнего. В противном случае следователь или дознаватель может зацепиться за случайно обороненное слово и получить от вас какую-либо дополнительную информацию, которая может быть использована против вас. Запомните, ответы должны быть краткими и однозначными. Также по этим же причинам вы должны отвечать на интервью на политубежище. Коротко, по существу, ни одного лишнего слова. Отвечайте на поставленные вопросы не спеша. Делайте перед каждым ответом паузу, обдумывайте каждое слово, даже если, казалось бы, на вам заданный элементарный вопрос. Пауза позволит вам более тщательно продумывать ответы и не позволяет следователю запутать вас с быстрой сменой вопросов, что они очень любят делать при допросах. Следует помнить, что сотрудников следственных органов специально учат тактики допросов специальным психологическим приемам. Не допускайте такого, чтобы вас запугали, напугали, либо вывели из себя. Опытный следователь сможет по таким признакам, как дрожание рук, заикание, частое моргание, неуверенные интонации определить ваше эмоциональное состояние и воспользоваться им, направив допрос в нужное ему русло. Старайтесь не смотреть следователю в глаза. Отрешенный взгляд перед собой гораздо менее информативен. При проведении допроса недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, ну и создание опасности для жизни и здоровья участвующих в нем лиц. Об этом сказано в статье 164 Уголовного процессуального кодекса, пункт 4, по-моему. Старайтесь не испытывать страх перед следователем. Если человек боится, его воля подавлена, он легко может податься на угрозы, уговоры, посулы следователей, и тем самым даст возможность последнему очень быстро достичь преследуемой им цели. Эмоционально подавленный человек соглашается даже на самооговор, что естественно влечет за собой крайне негативные для него последствия. Растерянность допрашиваемого лица ведет только к усилению психологической атаки со стороны следователя. Вам могут сказать, что типа, мы знаем, что ты тут случайно. Виноват твой друг, который тебя попросил там опубликовать пост или пойти на митинг, и он уже во всем признался. Расскажешь все о том, что он сделал, и пойдешь домой. А в результате в деле возникает как минимум предварительный сговор или преступная группа, то есть отягчающие или квалифицирующие признаки преступления. Поэтому будьте максимально собраны. Несмотря на запреты, недобросовестные сотрудники правоохранительных органов ставят допрашиваемое лицо перед выбором. Или рассказываешь все и остаешься под подпиской о невыезде, или отправляешься прямо сейчас в СИЗО. Таких фактов, присылаемых мне историях, полно. Вы должны твердо помнить, что подобный прием есть не что иное, как запрещенное законом средство психологического давления. И вы можете спокойно заявить об этом. Реакция следователя будет очень ожидаемая. Шантаж прекратится и никуда вас не отправят. Теперь о протоколе допроса. Важнейший процессуальный документ – это, конечно, протокол допроса. В нем отражаются ход и результаты следственного действия. В уголовном деле это один из главных документов, который ложится в основу обвинения. Показания записываются от первого лица и, по возможности, дословно. Вопросы и ответы фиксируются в той последовательности, которая имела место при допросе. В протоколе должны найти отражение и те вопросы, на которые отказался отвечать допрашиваемый, с указанием мотивов отказа. Ни в коем случае не стоит с самого начала допроса заявлять о статье 51 Конституции. и наставить на своем праве не свидетельствовать против самого себя. Вам необходимо понять, чем располагает следствие. А понять можно только в результате разговора со следователем. В любом случае вы в любой момент можете заявить, что вы не помните о чем-либо. Это удобный ответ, так как позже, если вам будет нужно, вы можете вспомнить о чем-то, либо вообще все забыть. Это ваше право. И уж в крайнем случае вспоминать про 51 статью и не давать показания, конечно, против самого себя. По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения, либо по его просьбе оглашается следователем, о чем в протоколе должна быть сделана соответствующая запись. Ходотность допрашиваемого лица о дополнении и об уточнении протокола подлежит обязательному удовлетворению. В протоколе указываются все лица, участвующие в допросе. Каждый из них должен подписать протокол, а также сделанные к нему дополнения и уточнения. Незаконным является присутствие и участие в допросе следователей или дознавателей, не причастных к расследованию данного уголовного дела. Если таковые присутствуют, то вы можете потребовать, чтобы они покинули место проведения допроса или зафиксировать этот факт в протоколе. Я сам был свидетелем, как мой знакомый следователь буквально за несколько минут при перекрестном допросе с другим следователем получил нужные ему сведения во время допроса. Они просто по очереди задавали вопросы и в течение пяти минут пришли к нужному им результату. Хотя ни я, как постороннее лицо, ни другой следователь в помещении не имели права находиться. Как это происходило, я думаю, вы догадываетесь. Один говорил, да закрывай ты его, что тут говорить с ним. А второй говорил, погоди, нужно разобраться. Давал якобы возможность все рассказать. Дело, кстати, было о почечении бриллиантов с фабрики. Человек во всем сознался. Для справки он не был моим подзащитным. Обязательно после допроса внимательно ознакомьтесь с содержанием протокола. Требуйте исправления всех неточностей либо искажения фактов, если они имеются в протоколе. Не верьте, если вам говорят, что ваши правки не изменят сути полученных показаний. Позже вы увидите, что изменят. Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи опрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола. Вы должны подписать каждую его страницу. Никогда не подписывайте пустые бланки протоколов или частично заполненные листы. Там может появиться информация, о которой вы не сообщали. Отказ от подписания протокола допроса или невозможность его подписания лицами, участвующими в допросе, удостоверяется в порядке, установленном статьей 167 ПК. Но важно никогда не отказываться подписывать протокол, иначе следователь может сам написать там что угодно, а после написать, что протокол вы отказались подписывать. Следователь может сочинить или исказить ваши показания в нужном ему направлении. Потом подписывает за вас и за себя, и это ему позволяется законом. Любое ваше несогласие пишите в замечаниях, которые вам нужно вносить в протокол. С содержанием данного протокола я не согласен, потому-то, тому-то. Ну и ваша подпись. Если понравилось видео, то ставьте лайк, делитесь им, задавайте вопросы. Всем удачи, счастливо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok